Wi-Fi, шестиразовое питание и охрана Росгвардии. В Челябинском центре временного пребывания рассказали, как содержат изолированных иностранцев. По решению Роспотребнадзора, все прибывшие из зараженных территорий должны пройти двухнедельный карантин. Сколько человек сейчас находится под наблюдением и куда их отправляют, если проявляются признаки заболевания? Наша коллега Маргарита Хижняк, первый журналист, кому провели экскурсию. У нас на каждом, как говорится, шагу для персонала расположены дезинфицирующие антисептические средства. Обработав руки антисептиком, главврач Марина Лихляйдер проводит экскурсию по медблоку. Здесь, в областном противотуберкулезном диспансере, организован карантинный центр. Здание новое, его открыли 6 февраля, а уже 10-го сюда поступили первые изолированные. В этом пункте временного размещения одновременно могут находиться 125 человек. Палаты рассчитаны до 4 пациентов. Все они закрыты на ключ, чтобы они не смогли пересечься с соседями из других палат. Коридоры здесь тоже обрабатываются круглосуточно. Есть бактерицидные лампы и контейнеры для отходов. Они здесь утилизируются особым способом. В каждой палате есть свой душ, туалет, персональная лампа с розетками и шестиразовое питание. Условия, как в санатории, уверяют врачи. На входе охрана и представитель Росгвардии, на случай, если кто-то решит сбежать. Два раза в день пациентов осматривает доктор. Потребности выходить из комнаты нет. Медсестры в спецодежде сами проверяют пациентов. Измеряют температуру бесконтактным термометром, приносят чистое постельное белье и полотенце. Здесь у нас есть бесплатный Wi-Fi. Дальше в каждую палату, чтобы они не пересекались, был куплен чайник отдельный. Сейчас в карантинном центре находятся 13 китайцев и 3 египтянина. Все они студенты, приехали в Челябинск на учебу. По требованию Роспотребнадзора все прибывшие из зараженных территорий должны пройти двухнедельный карантин. Никаких гостиниц и общежитий. Кто может самоизолироваться дома, остальных отправляют сюда. Пациенты поступают по отдельному входу, поднимаются на этажи, размещаются с учетом даты поступления. Будут они находиться здесь полных 14 дней. Будут взяты три анализа на коронавирус. И на 15-й день при наличии отрицательных анализов они будут выписаны. Здесь находятся только здоровые постояльцы. У кого проявляются хоть малейшие признаки заболевания, кашель и высокая температура, отправляют в инфекционную больницу на Горького. Там оборудованы 13 боксов специально для приема больных с подозрением на коронавирус. В каждой из них отдельный вход с улицы. Врачи осматривают таких пациентов в специальной амуниции. В каждую палату врач заходит с улицы, потом переодевается, потом идет в следующую палату и так далее. Это достаточно, честно скажу, трудоемкий процесс, занимающий много времени. Работать в костюмах достаточно тяжело, жарко. Но, тем не менее, это залог нашей безопасности. К некоторым боксам ведут пандусы, чтобы завозить пациентов на носилках. Также в отделении оборудовано 12 реанимаций. В каждой есть все необходимое оборудование, в том числе дефибриллятор и современный аппарат ИВЛ. Оборудование самостоятельно может подстраиваться под пациента. Но и доктор, в зависимости от клинической ситуации, может восстанавливать и устанавливать разнообразные режимы вентиляции, позволяющие пациенту чувствовать себя комфортно. Сейчас в отделении находятся 35 человек с симптомами заболевания. Коронавирусная инфекция у них не выявлена. Но карантин в две недели они должны переждать. Тем временем в Европе местные жители устроили флешмоб. Массово аплодируют врачам, которые борются с вирусом. Выходить из дома людям нельзя, поэтому хлопают они прямо с балконов.